На конечных остановках проводят свое время отдыха между рейсами кондукторы и водители, диспетчеры выписывают путевые листы. Отсюда ведется отсчет расписания рязанских троллейбусов. Построенные в середине прошлого века здания диспетчерских, к сожалению, к настоящему времени находятся не в лучшем состоянии. Протечки крыши, проблемы с отоплением, с доступом горячей воды. В этом году специалисты управления транспорта администрации города Рязани вплотную занялись вопросом. Крыши были не все соответствовали требованиям протекали отопления, это доступ к горячей воды. Но мы работу не останавливаем в этом направлении. То есть любые денежные средства, предприятия высвободившиеся, сразу же направляются именно на улучшение условий труда сотрудников. На конечной станции комбайновый завод, которая была в плачевном состоянии, уже перекрыли крышу после множества экспертиз, которые признавали работы очень сложными. Однако с задачей справились следующий этап – ремонт помещения внутри. В будущем году планы у РТ еще более масштабные. У нас существует сейчас действующих три территории. Ну и две из них, что касается именно троллейбусных перевозок, где троллейбусы базируются, требуют значительных вложений, потому что во многих цехах также крыша протекает. И вот у нас при наступлении благоприятных погодных условий теперь следующий проект – это сами депо, так называемые троллейбусы. Ремонт помещений депо и диспетчерских – важная задача решать, которую управление транспорта пытается постепенно, по мере поступления необходимых средств. Однако первые результаты уже радуют как специалистов, так и работников общественного транспорта.